всем привет в этом видео я хочу вам показать как можно сделать карман с листочкой на молнии для начала я измеряю длину молнии у меня молния длиной 20 сантиметров но я добавлю по пол сантиметра с каждой стороны чтобы было удобнее сшивать молнии таким образом длина листочки в готовом виде у меня будет 21 сантиметр вы же можете взять свою длину молнии для детской одежды это примерно 12 14 сантиметров для взрослого можно взять больше все зависит от размера ладони я начертила линию отложил на ней 21 сантиметр и я делаю ширину листочки 3 сантиметра то есть в готовом виде моя листочка будет 21 на 3 сантиметра так как листочка у нас идет со сгибом то я откладываю еще три сантиметра это у нас будет листочка со сгибом и теперь нужно добавить припуски нашего сверху и снизу я добавлю припуски по полтора сантиметра а по бокам достаточно одного сантиметра деталь для листочки готова сразу для себя подпишем что это у нас листочка и что это сгиб далее на детали передней части нужно нарисовать рамку это у нас будет место входа в корма размер рамки равен размеру листочки в готовом видео то есть это три сантиметра на 21 далее берем молнию и измеряем ее ширину так как молнию мы тоже будем сшивать на швейной машинке то сбоку по пол сантиметра у нас уйдет в шов таким образом у нас от молнии остается всего лишь полтора сантиметра а так как листочка у нас шириной три сантиметра то нам нужно добавить недостающие сантиметре и я просто выкрою небольшой кусочек из основной ткани и пришью его к молнии таким образом я делал припуск полтора сантиметра делаю вот эту саму полоску также полтора сантиметра Полтора сантиметра мне не достает до трех сантиметров И с другой стороны делаю еще один припуск полтора сантиметра Почему я делаю полтора сантиметра припуски, вы поймете далее Длина этой полоски вставки для молнии также 21 сантиметр С припусками на швы получилось 23 сантиметра И получается ширина этой вставки вместе с припусками у нас 4,5 сантиметра И осталось только нарисовать карманку Или кто-то называет мешковина кармана, подкладка кармана В общем, как вам нравится, так и называйте Что мы делаем? Сначала я также добавляю припуск полтора сантиметра То есть это у нас шов притачивания карманки к передней части И произвольно рисую саму карманку Главное, чтобы туда поместилась ладонь Все детали вырезаем Итак, у нас подготовлена рамка на передней части Также мы подготовили листочку и подготовили вставку для молнии и две карманки Обратите внимание, что одна карманка, она немножко подлиннее со стороны места входа в карман От линии притачивания карманки откладываем 3 сантиметра, то есть это ширина листочки И добавляем припуск на шов еще полтора сантиметра Если подкладка кармана у вас будет из основной ткани, то подзор можно не делать Если у вас будет подкладка из подкладочной ткани, то необходимо сделать подзор из основной ткани Далее листочку и место входа в карман, то есть рамку, нужно проклеить дублерином Рамку проклеиваем с изнаночной стороны Прямоугольник из дублерина выкраиваем больше рамки на 1 сантиметр со всех сторон Листочку нужно сложить пополам по линии сгиба и приутюжить Теперь прикладываем листочку к месту входа в карман Я прикладываю к середине рамки, именно для этого припуски я делала полтора сантиметра Прикалываем листочку булавками Если это у вас будет курточная ткань, то булавки прикалывайте только по припускам, иначе останутся дырочки на ткани Притачиваем листочку на швейной машинке По одному сантиметру сверху и снизу не прошиваем, то есть это у нас припуски на швы Забываем утюжить швы после каждой операции Далее берем молнию, берем вставку для молнии, которую мы подготовили, и соединим их вместе Вставку будем притачивать на левую сторону молнии Для удобства молнию можно расстегнуть Молнию и вставку складываем лицевыми сторонами друг к другу И скалываем их вместе, совмещая линии, которые мы рисовали Тачиваем молнию на швейной машинке Строчка должна проходить по линии на вставке И так же не прошиваем сверху и снизу по одному сантиметру И теперь эту молнию со вставкой Будем притачивать на вторую сторону рамки Детали складываем лицом к лицу, стык в стык с листочкой И еще раз повторюсь, потому что припуски на швы у меня полтора сантиметра Притачиваем эту деталь на швейной машинке Строчку прокладываем ровно по намеченной линии Сверху и снизу так же не прошиваем по одному сантиметру И вот что у нас с вами должно получиться Теперь берем подкладку кармана, которая у нас меньше И будем ее притачивать на ту сторону, где у нас молния Эту деталь прикалываем к молнии таким образом, чтобы молния получилась между подкладкой кармана И между нашей вставкой и строчку даем по той же строчке, которой притачивали молнию То есть вторую сторону молнии мы так и не трогаем Ее мы потом будем пришивать на сторону, где пришита листочка Итак, с лицевой стороны нашей передней части С одной стороны у нас пришита листочка С другой стороны пришита вставка с молнией и подкладка кармана Чтобы доделать карман, мы должны сделать следующее С изнаночной стороны аккуратно расстригаем рамку ровно посередине Стараемся не разрезать припуски на лицевой стороне И разрезаем посередине рамки до верха, не доходя примерно 1-1,5 см И далее расстригаем на уголок до начала строчки Не доходя до самой строчки примерно 1 мм И все то же самое делаем с другой стороны Подкладку кармана и листочку выворачиваем через эту рамку На изнаночную сторону Бегунок молнии лучше расстегнуть до середины Чтоб он нам не мешал застрачивать уголки И теперь, чтобы ничего не перекосило, я листочку прикалю булавками Конечно, если это у вас курточная ткань, то здесь никакие булавки прикалывать не нужно А просто очень аккуратно пришивать остальные детали Теперь смотрите, к листочке я прикалываю вторую сторону молнии Также совмещаю линии, которые мы наметили И если такой карман вы будете шить впервые, то молнию можно сразу пришить на швейной машинке Прокладывая строчку ровно по строчке притачивания листочки Я же сразу беру подкладку кармана, которая у нас больше Прикладываю ее лицевой стороной к молнии И прикалываю ее к молнии и к припуску с листочкой Таким образом у нас молния получилась между второй подкладкой кармана Между листочкой и между припуском рамки И затем буду пришивать сразу все детали вместе на швейной машинке Прокладываю строчку ровно по строчке притачивания листочки Ну что, карман наш практически готов Осталось только закрепить уголочки на рамке И стачать две подкладки кармана вместе Я сейчас сразу сколю булавками две эти детали Далее детали подкладки нужно уравнять То есть сделать их одинаковыми Несмотря на то, что вроде бы я замеряла все Одна у меня получилась немножко другого размера Ничего страшного, я сейчас просто все подрезаю И теперь я закреплю уголочки на рамке Я их выправляю, чтобы не было никаких складочек по уголкам Закалываю булавкой Для себя можно здесь наметить линию, по которой будем прокладывать строчку И закрепляем этот уголочек на швейной машинке С одной стороны, а затем с другой Прокладываем строчку ровно от одной строчки до другой Иначе получатся складки в уголках И теперь стачиваем две подкладки кармана вместе Строчку прокладываем примерно один сантиметр от края Если это у вас гладкая подкладочная ткань То на подкладке кармана припуски можно сделать побольше Примерно полтора сантиметра И проложить две параллельные строчки рядом Чтобы подкладка во время носки изделия не расползалась Еще раз утюжим швы Если это курточная ткань, утюжим очень аккуратно Если у вас тефлоновая насадка на утюге То можно смело утюжить и по лицевой стороне Карман с листочкой и смолнией полностью готов Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки Пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал А также не забудьте нажать на колокольчик Чтобы не пропустить новые видео Пока-пока